Всем привет! Сегодня будем смотреть, кого от вас отвели высшие силы и кого ведут к вам. Человек, который вам по судьбе, каков он? Как вам его узнать? По каким признакам вы догадаетесь, что вам даны судьбоносные отношения? Кого от вас отвели высшие силы? Здесь конкретный человек не выходит, не показывает карты человека. Здесь конфликтная ситуация, но здесь двое конфликтуют. Здесь однозначно есть конфликтная история, где два человека не могут найти общий язык в силу каких-то обстоятельств. Пятерка пик, карта тяжелая, достаточно. Говорит о разрыве, о расставании, о том, что здесь так и не был найден компромисс и все-таки отношения пришли к концу. Но шестерка бубен, карта воодушевляющая, говорит о том, что у вас продолжается своя дорога, свой путь. Это как раз в тон нашего сегодняшнего расклада. Что-то от вас негативное Вселенная забрала для переработки, а вам открывается какой-то путь. Причем шестерка бубен – это карта скоростная, это ранняя дорога. Здесь скорые перемены какие-то вас ожидают. Давайте будем смотреть, какие. Ну ничего ж себе, десятка пик. Нечаянный интерес – это исполнение, несмотря на все препятствия прошлого. Если человек вам препятствовал в чем-то, вы долго не могли ему доказать свою позицию. Он не мог доказать вам свою позицию. Здесь какой-то конфликт, который привел к окончанию сотрудничества, к какому-то концу. Вот идет конец какой-то, разрыв отношений, любых отношений, любая ситуация подойдет под этот расклад. Конец отношений конфликтный, не поставлена точка, но здесь открывается для вас новый путь, который сулит скорые перемены и исполнение, именно в вашу сторону исполнения. Потому что со стороны того человека, видимо, какие-то были сделаны ошибки, и там Вселенная закрывает путь, закрывает путь этому человеку. Вам путь открывается, видите, десяточка, еще одна карта, десятка, десятка триев. Это карта достижения успеха, да, это наивысший успех. Наивысший успех – десятка пик, нечаянный интерес. Ну, это, конечно, замечательные карты, замечательные карты. Здесь женщина мне выходит, дама пик. Негатив от женщины вам был в прошлом послан. Ну, вот такая дама негативная, которая посчитала нужным как-то, вот я не знаю, то ли проучить вас, она провоцировала конфликт, она выступила именно инициатором вашего конфликта. Так что вот такой здесь идет момент. И касалась ситуация денег. Дама любит деньги, вот эта женщина. Любит деньги, для нее, видимо, сфера финансов играет огромную роль в этой жизни. Вы как-то туда не вписались, по всей видимости. Но видите как, она остается в одной стороне, вы остаетесь в другой. Очень интересно у нас пошел расклад. У нее свой путь, своя дорога, да, что ее там ждет дальше? Ну, финансовая стабильность у нее своя там какая-то есть. Деньги, деньги, деньги и только деньги. Все карты материальные выходят. Никакого духовного начала у этого человека я здесь не вижу. Ее интересует только материальная сторона. Ну, ее же и ударит по этому, по этой сфере, да. Видите, карта удара, туз пик. Ударит и довольно-таки сильно. Беспокойство, тревога, видите, у нее выходит. Будут у нее либо потери денежные какие-то, либо очень существенная трудность именно с деньгами. Вот прям большие трудности, большие сложности. Что касается вас, открытый путь, нечаянный интерес, исполнение, достижение целей, успех. Открывается ваш путь к успеху. Девятка бубен вам дается. Выигрыш. Вы выходите из этой ситуации победителем. Женщина остается как бы при своем мнении. Она, знаете как, вот видите, она отвернута от вас, от вашей стороны. То есть она остается при своем мнении. Она остается в какой-то своей позиции. Она считает, что вы не правы. Вы не правы. Вы должны были как-то по-другому себя повести. То есть здесь какие-то к вам претензии бесконечно идут. Но человек очень холодный, без духовного начала. Ее интересует только материальная сторона. На этой жизни. Вы понимаете, может быть, в какой-то момент вы были вместе. Вы шли в какой-то момент. Возможно, да, видите, по двоечке червей. В какой-то момент, какой-то путь вы прошли вместе, сообща. И была, возможно, взаимопомощь. И было взаимопонимание. И было, в общем-то, вам неплохо вдвоем. Взаимодействие было какое-то. Отдача была двусторонняя. Но в какой-то момент ваши пути вот так вот взяли, да, и разошлись. Видите, даже расклад это показал. Конфликт произошел какой-то. И все, она идет своим путем, отвернута от вас. Вы идете своим путем. Причем удача на вашей стороне. Она очень хотела послать вам какой-то негатив, чтобы у вас неудача была. Потому что удержать она вас хотела. В этих отношениях. Вы ей важны. Она хотела с вами взаимодействия. Хотела общения, да, поддержки. Какой-то энергетической от вас, возможно. Потому что ее интересует материальная страна жизни. Духовной поддержки у нее нет. Ей нужен человек, которого она могла бы вампирить. И вы как раз для этой роли очень хорошо подходите, потому что у вас духовное начало есть. Вы человек сильный энергетический. Но вы берете раз и абстрагируетесь. Идете своим путем. Вот такой расклад у нас интересный. То есть видите как, вы какое-то время шли с ней по одной дорожке жизненной. А потом вселенная берет и вас разводит. Вот случается конфликт, который, видимо, тоже свыше был дан. Здесь именно такой конфликт в вашу пользу. Он очистил вас прежде всего. Потому что женщина там, может быть, заработала как-то на вас, может быть, поимела денежки. Да, вот здесь идет какой-то обман с ее стороны. Ну, раз она заточена на деньги, явно она вас использовала в чем-то. Если вопрос денежный неактуален, тогда человек просто, знаете, как использует людей в своих целях, да, и вас в том числе. Человек заточенный исключительно на какие-то свои стратегии, да, у нее свои представления об этой жизни, о том, как достигать поставленных целей. И вас человек просто использовал. Хотя вы в какой-то момент могли этого не понимать, не осознавать. Давайте посмотрим, на какой путь вы выходите в итоге. На какой путь вы выходите в итоге. Ну, видите, познание жизни, да, познание добра и зла. Человек негативный встречается на нашем пути для того, чтобы мы понимали суть жизни, да. Суть какая в этой жизни? Борьба добра и зла. Познать мы должны все. И добро, и зло. Здесь что будет? Какой-то разговор проясняющий будет. В скором времени, в скорой дорожке, да, при пороге у вас будет. Важный разговор, важные новости какие-то вы получаете. Новости приведут вас к какому-то исполнению, к исполнению желания, к положительному исходу. Видите, Вселенная как вам дает, да, она говорит о том, что вы перезагрузились, вы освободились, вы очистились, вы отфильтровали свое окружение, вы убрали негатив, да, источник негатива вашей жизни, который тормозил ваше развитие, ваше продвижение по жизни. Люди очень часто нас тормозят. Почему мы не растем в карьере иногда, да? Потому что нас тормозят люди, которые вокруг нас находятся, да. У них энергия вот черная, да, либо энергия, которая не имеет в себе, скажем так, духовности, да. Люди заточены на что-то материальное, ну, либо как-то, вот, не знаю, духовное в них почему-то отсутствует в силу разных причин. Но здесь вам показано, что Вселенная, да, показывает вам, что вы-то человек высокодуховный, вам другой путь нужен, ваша жизнь, она должна быть иной. Просто в какой-то момент вы стали не на тот путь, и вам стали попадаться не те люди. Ну, опять-таки, да, здесь спорный момент, я бы так сказала. Карты говорят, там, ошибки, но я бы так сказала, что, скорее всего, этот путь был вам тоже не способ для чего-то, для познания добра и зла. То есть любой опыт наш жизненный, он посылается свыше, для того, чтобы мы понимали разницу между нашим прошлым и будущим, где мы ошибались и где были неправы, да. Потому что человеку проще всё познавать в сравнении. Так что, вот, смотрите, вы выходите на прекрасный путь. Да, здесь разговор будет у вас непростой, я уж не знаю с кем. Но с кем-то будет непростой разговор, прояснить нужно очень много неясностей. Между вами было много негатива, сейчас этот негатив уже, я бы сказала, нейтрализован. Но карты чёрные всё-таки выходят, да, пиковые карты – это препятствия, это какие-то ваши внутренние, возможно, барьеры, которые пока не позволяют вам вздохнуть спокойно и поверить в то, что вас ждёт что-то новое и более светлое, и более чистое, чем было. Вот, да, беспокойство внутреннее присутствует, ощущение тревоги, печали, горести. Внутренняя, знаете, напряжённость такая, да, может быть, нервозность ещё пока есть. Здесь будет встреча, семёрка червей, встреча с человеком важным для вас, получение новостей, получение информации и прояснение какого-то обмана. Выход в девятку губен, выигрыш, достижение успеха, прорыв в каком-то вопросе, да, именно через разговор. Ну вот такой у нас с вами расклад. Давайте посмотрим, к какому итогу вы придёте, да, вот к чему придёте вы. В итоге, к какому ощущению, пройдя вот этот сложный путь, пройдя перемены, познав эту жизнь, какой урок для себя вы вынесете. Ну, вы поймёте, конечно, что своё окружение нужно фильтровать, да, что есть люди, не совсем желающие вам добра. Ведь как, чтобы не попасть в какие-то неприятные ситуации, да, вам лучше как-то вот присматриваться, вам лучше изучать человека прежде, чем доверять ему и вступать с ним в какие-то отношения, взаимодействия. Здесь, конечно, ценный опыт вы из себя, вы извлечёте. Вы поймёте, что отношения нужно защищать. Если вопрос отношений, да, личная сфера загадана вами, здесь однозначно сделаете вывод о том, что отношения нужно ценить и защищать. «Червонная дама», «Червонный король». Это часто об отношениях, да, карты говорят, именно о каких-то любовных отношениях. Здесь карта, которая говорит о том, что есть, ну, набран опыт, да, уже есть осознание, понимание того, как быть вместе, как строить отношения, как сделать так, чтобы стабильность была. Видите, карта книга. Здесь девушка у нас открывает книгу, она получает какие-то знания. Возможно, вы получите ценный опыт через пройденное и будете дальше уже выстраивать собственную жизнь, исходя из полученных знаний, да. Здесь человек прозрел, включилось внутреннее зрение, могло включиться интуитивное мышление. Видите, манипулирование какое-то было в вашей жизни, да, через опыт обмана какого-то вы прошли, манипуляции. И здесь, кстати говоря, не один человек, нам показали там женщину, но здесь по троечке Бубен я могу сказать, что здесь какое-то окружение, здесь именно круг людей, как будто против вас настроен был, да. Вот вы прям как-то вот воинственно друг с другом себя вели, взаимодействие воинственное, такое враждебное какое-то было, манипулятивное. Манипуляции. Троечка, Бубен и Джокер в данной колоде – это манипулятивная карта против вашего интереса какого-то, десятка червей, да. Смотрите уже, у каждого интерес свой, смотря какая ситуация загадана вами. Если любовная, то не хотели ваших отношений, да, не хотели, может быть, чтобы отношения дошли до серьёзных, до брака. Если другая какая-то история загадана, то просто против вашего интереса, лично против вас, да. Видите, как вы человек достаточно мягкий, вы человек готовый к дипломатии, в общем-то. Но поверьте, что не все умеют дипломатировать, да. Люди по своей природе зачастую плохие дипломаты. Им проще манипулировать начать, чем сесть за стол переговоров. Вот, хотя вы из тех людей, которым нужно действительно сесть за стол переговоров и что-то обсудить. И это правильная позиция. И именно потому, что у вас вот есть вот эта вот правильная позиция, вот это вот верное видение Вселенной вам помогает. Помогает вам выйти на ваш светлый путь. Вы выходите. Через получение какой-то информации проясняется обман, уходит тревога, уходит волнение, уходит воздействие каких-то окружающих людей, возможно, родственников, уходит ситуация, связанная с деньгами, у кого там она была, с документами. И вы выходите всё-таки в компромисс, да. Карта, указывающая на нахождение компромисса, на договорённость, на соглашение. Ситуация, когда двое, наконец-то, понимают друг друга. Но это не с той женщиной, которая вам там мешала. Нет, она уходит, да. Я вам говорила о том, что ваши пути расходятся. Компромисс будет найден там, где, возможно, была какая-то рассорка, была несправедливость, да. Возможно, с мужчиной. Да, здесь какой-то двусторонний компромисс будет найден всё-таки в итоге. Переговоры. Карта очень хорошая выходит. Карта дружественности. И карта скорости выходит. Карта скорых перемен. Будьте готовы к тому, что Вселенная вам скоро пошлёт перемены и очень-очень значимые. Ситуация не будет здесь происходить очень быстро. Нам хочется иногда, чтобы побыстрее как-то всё завершилось и вышли мы на свет и чистый путь. Но здесь нет. А здесь через какое-то прояснение, через очищение идёт ваш выход к исполнению. Важно, что вы к нему выходите, да. Важно, что вы встаёте на этот путь. И важно то, что ваша внутренняя позиция достаточно твёрдая. Она правильная. Правильная. Она верная, да. Важно то, что вы не свернули со своего пути, хотя вас пытались сбить. Я вижу здесь по картам. Были люди и женщина. Ну, вы проявили твёрдость характера и вы заслуживаете нового. Нового чистого пути. На этом всё. Я прощаюсь с вами, как всегда, ненадолго. Я прощаюсь с вами, как всегда, я прощаюсь с вами.